Если говорить об этой задумке, скажем так, переформатировать мобилизованных добровольцев, насколько она может быть эффективна и насколько она сейчас, скажем так, поможет власти купировать вот эти протесты? Вижу так, в Кремле политехнологам не очень нравится, что жены мобилизованных выходят на улицу и что-то там позволяют себе говорить. Ну, у этой проблемы на самом деле решения нет. И в этом смысле я очень рад, что я не кремлевский больше политехнолог, потому что, ну, я не знаю, как бы с этим можно было иметь дело, потому что действительно протест низовой, протест от той самой группы, которая была группой поддержки Владимира Путина. Это, напомню, те самые женщины, которые в слезах собрали котомку своим благоверным, благословили их и отправили умирать и быть убийцами. Соответственно, это были вот те самые 300 тысяч семей, которые были вот настолько за Путина, что даже не задумались о том, а стоит ли вот это все вышеупомянутое делать. Ну и, соответственно, вот это сейчас они протестуют. Я вот прям вот всегда фокусирую ваше мнение на этом. То есть вот уже ближе, вот более путинского электората у Путина нет. И, соответственно, тащить в автозак сегодня их, это, в общем, достаточно сомнительная история, потому что тогда от Путина отвернется и этот его суперядерный электорат. Ну и, в общем-то, этот процесс в любом случае будет происходить, поскольку сделать то, что они просят, Путин тоже не может. То есть потому что больше нету 300 тысяч идиотов, которые пойдут на вот эту бессмысленную, беспощадную войну, потому что все уже поняли, что это такое, с чем это едят. Соответственно, мы будем иметь здесь вот медленно сползающую кризисную ситуацию, потому что, ну, сейчас они пока его там просят, уговаривают, да, некоторые иногда начинают кричать, но в целом все-таки ведут себя по отношению к нему, как там «Царь наш, Светоч, ой, пожалуйста, верни нам наших идиотов, мы по ним соскучились», да. Но ведь это же вопрос лишь какой-то вспышки, да, вопрос какого-то события, и которое заставит их вести себя по-другому, и которое заставит к ним присоединиться большое другое количество людей, потому что когда начинается отчаяние, там уже люди перестают думать о том, что им страшно, что вот за такое в России сажают, и, соответственно, этот протест будет становиться более массовым, ну, и здесь все-таки к нему присоединяться, к этому протесту, в общем-то, легко и приятно, что называется, то есть потому что, ну, это же не либеральные какие-то западные критики России, которые, как известно, многочисленным россиянам работают на НАТО и на кого-то там еще, на ЦИПСО, там вот что же еще они выдумывают, вот здесь-то те самые вот женщины, которые работают на самого, что ни на из Путина, то есть если, значит, присоединяются к ним, к их протесту, то это же будет вполне себе патриотично и вполне себе кошерно, да, вот что он много говорит. Вот, соответственно, если этот протест начнет шириться, то тут уже протест может развиваться и по разным другим направлениям, потому что сегодня он купируется достаточно жестко, ну, а если вдруг выяснится, что вот кому-то можно, то, соответственно, и другие скажут, что почему нам тогда нельзя. Ну, и, соответственно, вот здесь мы имеем ту ситуацию, когда им-то уже в той или иной степени можно, то есть ни одну женщину точно не забрали с этого протеста, и, соответственно, сейчас это будет окрылять других женщин, и поэтому хорошего решения для кремлевских технологов я здесь не просматриваю. Тем не менее, вот Бас Галямов, да, писал о том, что есть вариант того, как, собственно, успешно может Кремль выйти из этой ситуации, если процесс подписания мобилизованными контрактов будет продолжаться, тогда человек становится добровольцем, по большому счету, и вот эта претензия со стороны жены-матерей, она становится нелогичной, да, как минимум. То есть человек сам добровольно подписал контракт, сам добровольно участвует, находится в составе армии Российской Федерации, ну, какие тогда вопросы, то есть есть контракт, выполняй. Разве это не прекрасный выход для Кремля, естественно, из сложившейся ситуации, которая лишит же смысла, да, вот процесса протеста жены-матерей? Здесь, вы знаете, с моим добрым товарищем Абасом, с которым мы много вместе работали, я вынужден не согласиться, поскольку, знаете, жены не будут разбираться вот в этой казуистике, с кем там, кто подписал какой контракт. Ну и потом и жены россияны, как и все остальные россияне, прекрасно понимают цену российской добровольности, потому что они прекрасно знают, что вот сажает тебя напротив командир и говорит тебе, сейчас ты идешь на передовую, на такое задание, с которого ты точно не вернешься, а вернешься обнуленным в черном мешке, либо распишись вот здесь. Вот поэтому все знают прекрасно, как в России это работает, поэтому нет, это не сработает. Здесь в любом случае этот протест будет продолжаться и будет шириться. Еще раз нет у них никакого здесь волшебного эликсира, который поможет им с этой проблемой справиться. Нету. Но с другой стороны, тут же Галямов говорит о том, что для создания вот этой красивой и, очевидно, полезной накануне так называемых выборов картинки может стать возврат наиболее упрямых этих самых мобиков в семью и как раз съемки того, как воссоединяются семьи, как все друг другу рады. Вот такой вот вариант, насколько он может быть сейчас полезен и интересен для Кремля. Вы знаете, я очень хочу, чтобы случилось так, и чтобы Кремль в пропагандистских целях отпустил какую-то группу мобиков, потому что если это случится, тогда это будет точно их началом конца, поскольку если отпустят одного из тысячи мобиков, и они там счастливо соединятся с семьями, и другие мобики, которых никуда не отпустили, которые лежат под пулями и гниют там в этих сырых своих бараках, это будет уже протест не только среди жен, а среди самих военнослужащих тоже, поскольку всем хочется домой, все понимают бессмысленность, бесперспективность нахождения там даже за эти деньги, которые, впрочем, они, как мы выяснили из вашего сюжета чуть выше, тратят в основном на себя же и на войну же. Поэтому, ну окей, пусть попробуют спропагандировать таким образом Россию, и они увидят, как это обернется для них. Но это обернется ровно, в общем-то, на 180 градусов. Ну, собственно, это большой опыт у российского правительства на эту тему есть. То есть, все эти отрицательные всплытия, переход на более выгодные позиции, вот они перейдут на более выгодные позиции, значит, драпанья, сверкая пятками от собственного населения, если они совершат такую глупость. Интересно, по вашему мнению, Ростислав, Путин, он в целом в теме вот мобилизованных проблем, мобилизованных вопросов, которые возникают у жен и матерей, насколько погруженность эту можно оценить, учитывая то, что, ну, Путин и историк прекрасный, и экономика у него от зубов отлетает буквально, в военном деле он мастер и прочее. Мне пальцев не хватит на руках и ногах, чтобы перечислить все умения президента России. А какой таксист, вы не забывайте. Да-да-да, кстати, спасибо, уже вспомнили. Но вопрос мобилизованных, если на прямой линии даже этой теме не уделяется, даже какой-то там минуты, насколько Путин понимает проблематику мобилизованных и жен матерей. Ну, смотрите, Путин, конечно-то, неглубоко в этой проблематике находится, поскольку, смотрите, как вот в Кремле устроено вообще информирование Путина. У Путина нет компьютера, у него нет смартфона, то есть в этом смысле мы с вами далеко от него ушли, лет на 50 вперед. Вот он живет там до сих пор где-то в 80-х примерно по уровню своего, так сказать, технического оснащения. Соответственно, к нему там раз или два раза в день, может быть, максимум, заходит человек с усами и папочкой и приносит ему то, что называется мониторинг. Этот мониторинг написан и выверен так, чтобы Светоч был в хорошем настроении, потому что царедворцев типа Пескова, Громова и всех остальных ничего другое в этой жизни не волнует. Их волнует только его хорошее настроение, потому что если настроение испортится, соответственно, он их выгонит пинками под зады куда-нибудь подальше заможай. Но и, соответственно, они заможай не хотят, и поэтому показывают ему радужную картинку мира. Ну вот не в плане ЛГБТ, да, сейчас это у них запрещено официально, но в плане вымышленности этого мира. Соответственно, они вот в этом вымышленном мире, безусловно, я уверен на 100%, они не показывают ему, что снабжение на фронте налажено из рук вам плохо, что семьи страдают без своих мужей, что никто не поддерживает ТСВО больше и так далее и тому подобное. Ему показывают, что они в целом очень все хорошо, прям так все замечательно. Война прям идет, все там хотят помирать, все идут радостно с автоматами. Но вот понимаете, есть отщепенцы, которых наняли, Ходорковский, Кац там и еще там ЦИПСО у них рядом там было, и НАТО еще тоже вот за спиной стояло. Вот, и вот, значит, они все эти люди вот наняли четверых женщин, вот, да, каждый по одной, нанял, да, и они вот вышли к Красной площади. Мы уже все решили, уже все очень здорово, чтобы вы не волновались. Вот, ну вот мы вам покажем, вот чуть-чуть вот было, и вот с уголочкой вам показывают картинку, как они знают. Извините, перебью вас, перебью вас. Так, а кому тогда направлено, вот кому обращаться с женам и матерям? Если матерям, если Путин не в теме, как вы говорите, да, у человека компьютера нет, бедненький, не сделали еще российские, вот, скажем так, ученые, если их можно такими назвать. Если не могут действовать без решения начальника, как называет президента Путина Маргарита Симоньян, ничего ни Герасимова не могут сделать, ни Шейгу, ни прочие люди, отвечающие за процесс мобилизации, демобилизации и так далее. Правильно ли я понимаю, что вопрос зависает вот в вакууме, и он не будет решен, в целом не будет решен? Один не знает, другие сами ничего решить не могут. Жены мобилизованных, если они хотят действительно спасти своих идиотов, которые поперлись на эту войну, им нужно сейчас забыть о том, что есть такой Путин. Им нужно сейчас проводить максимально громкие для всей страны акции. И вот если они сейчас проведут что-то, что заметит вся страна, тогда они достучатся и до тех, кто принимает решения. Это не только Путин, это и те негодяи вокруг него, которые все это устроили. Ну и, соответственно, эти акции могут быть разного рода. Здесь креативить можно сколько угодно. Там собраться тысячи человек, я не знаю, перековать себя наручниками, перекрыть правительственную трассу и так далее и тому подобное. Что-то, чтобы было видно, чтобы картинка была хорошая, чтобы показали по американскому телевидению. Понимаете, Путин же у нас сегодня, как бедный барашек, блеял перед американским журналистом, далеко не самым приличным из них, но понимает, что там хозяева сидят, его настоящие, возможные. То есть это Трамп и компания консервативная, которая, понятно, за что выступает. Ну вот, соответственно, вот чтобы картинка дошла туда, и чтобы ему от руководства его уже пришло поручение, чтобы он сворачивал уже наконец-то, но я имею в виду от тех, от кого он зависит, и от тех, перед кем вот так вот он блеет, как перед этим Карлсоном пролетевшим. Редактор субтитров А.Семкин